Поэтому 24 числа мы будем открывать при любых обстоятельствах. Объявлено завтрашнее открытие библиотеки. Уточните, пожалуйста, время. Нет, время завтра не будет открытия библиотеки. А с чем? С тем, чтобы подрядчик не успевает выполнить все работы в срок. Он нам обещал выполнить работы к воскресенью, к вечеру. Помните, на прошлой неделе говорил, в воскресенье он работы все не завершил. А гнать и спешить вот сейчас я не хочу. Поэтому работу он своей завершит. Надеюсь, завершит их выходным дням, либо за выходные дни. А потом мы будем открывать библиотеку, уже, видимо, это будет в январе. 29-30 часа открывать библиотеку мы точно не будем. Какие-то штрафные санкции? Нет, нет. А у нас выполнение работы, Алексей, придет контракт и выполнение работы. Работу мы выполним, безусловно. Но хотелось бы после выполнения работы сразу и открыть. Но если это не получается, то уж в этом смысле торопиться точно не будем. Потому что сейчас там монтируют стеклянные перегородки, носят стеллажи. Я бы очень не хотел, чтобы в спешке там, что называется, вдруг наломали. Поэтому спокойно мы ее откроем, когда уже обживемся и сделаем это все по-человечески. Сергей Иванович, а подрядчик вообще понимает степень ответственности своей, данные им, обещания, как он вообще объясняет? Вы понимаете, что это будет по имиду главы города? Конечно. Мы обо всем этом с ним говорили, и он заверял мне о том, что крайний срок, это будет воскресенье. Юлия Алексеевна у него брала интервью, он ей обещал это все. Но вот так случается, что человек занимается этим видом деятельности и не первый проект в городе реализует. И в августе обещал, что материалы закуплены, я все сделаю. Но тем не менее, свое обещание не сдержал. А оборудование? Да, оборудование все поставлено, все. Ну а какую-то ответственность он вообще понесет? Установлено у контракта. А вы поговорили с ним жестко? Мы разговариваем с ним всякий раз жестко. Но, к сожалению, на объемах работы редко это сказывается должным образом. Потому что, когда быстрее начинают работать, больше замечаний к работе приходится переделывать. Ведь нам нужен качественный объект. Качественно выполненная работа. И не всегда это удается сделать с первого раза. Поэтому иногда приходится возвращаться. Я бы очень не хотел, чтобы мы открыли объект, а потом возвращались и переделывали его. А почему тогда с первообвиненные приняли не с таким качеством? С каким? Ну, мы же все понимаем, что не с очень хорошим. Давайте мы об этом тогда поговорим позднее. Сейчас у нас следующее мероприятие.